Это самая популярная икра из всех лососёвых. Она самая крупная, у неё такой тонкий и нежный вкус и мы дальше поговорим о том, чем она отличается от других видов. Собственно, вот мы к ней и перешли. Она действительно самая популярная, не в последнюю очередь ввиду именно своих визуальных характеристик, потому что она самая крупная, у неё есть такой лопающийся звук во рту. В отличие от той икры, которая помельче, у неё это не так ярко выражено. Если говорить о икре высшей категории, то икринка должна быть не менее 5 миллиметров в диаметре. Это такой общий стандарт производителей Аляски. И если производитель маркирует свою икру как икру высшей категории, значит как минимум по этому размерному стандарту она должна соответствовать. Здесь, правда, есть такой нюанс, что у каждого производителя своя маркировка уровней качества. Кто-то обозначает АБЦ, кто-то 1-2-3. Это уже определяется конкретным производителем. Но если говорить о конкретных характеристиках, а не о названии категории, то размерные они такие. Кита относится к самым крупным. Нерест у киты происходит в конце лета. Соответственно, тогда же и заготавливается эта икра. Следующая по популярности у нас икра горбуши. Она немножко мельче. Она не обладает такой плотной оболочкой, которая лопается в рту. И у нее чуть более резкий вкус. Следующий образец для дегустации будет как раз икра горбуши. И вы ощутите, что она немного более рыбная такая. Чуть более соленая обычно. Не потому что в ней больше соли, а потому что она сама по себе такая обладает более рыбным вкусом. И скажем, у ценителей разные подходы. Кто-то как раз любит больше именно икру горбуши за ее более ярко выраженный вкус. Это небольшой лосось. Обычно там до двух килограмм. Но при этом он самый массовый, как мы с вами видели, что касается его объемов производства. Безусловный номер один. Заготавливается эта икра, так же как и рыба, примерно одновременно с икрой киты. То есть это конец лета. Соответственно, вы можете понимать, что вторая половина лета. Если вы смотрите на маркировку и видите дату производства, например, начало августа, вы понимаете, что это пик сезона. Соответственно, самые большие объемы, самое большое производителя понимания его градации по качеству и так далее. Потому что начало и конец сезона более такие, конечно, уже тонкие в плане нюансов качества. Третий вид это икра кижуча. Она, как и все остальные три вида икры диких тихоокеанских лососей, попадает на украинский рынок относительно в небольшом объеме. Почему? Ну, во-первых, как вы видели, кижуча производится порядка 2% всего лишь от общего объема былого на Аляске. Кроме того, икра кижуча может иметь такую характерную горчинку, которая не делает икру горькой, но скорее делает ее такой немного пряной. Но для большинства потребителей, конечно, резкость какая-то во вкусе может немножко быть маркером того, что следует поискать какую-то, которая менее горькая, больше может быть со сладкими какими-то оттенками. Но эту икру потенциально можно встретить и от фермерских лососей чилийских. Пожалуй, единственную из всех видов лососей, которые производятся на Аляске, и их икры, икра кижуча может присутствовать на нашем рынке именно из аквакультуры. Этот лосось, который чуть позже заходит на нерест, чем остальные виды на Аляске, соответственно, это тоже одна из причин, почему он обычно может не попадать в те отгрузки, которые идут на наш рынок. Да, они отгружаются все еще до того, как начинается активный сезон производства икры кижуча. Тем не менее, она очень полезная и есть и ее ценители. Икринка у нее почти такая же по величине, как у киты, например, немного мельче и более ярко выраженного красного цвета. Следующая икра нерки. Это, пожалуй, как бы наименее такая затребованная не только нашим, но и мировым рынком красная икра, потому что она самая мелкая, у нее наиболее выражен вот этот красный цвет, почему ее можно отличить, и у нее наиболее выражена вот эта горчинка во вкусе, именно у нерки. Поэтому даже на мировом рынке, если мы говорим, скажем, о Японии, которая является законодателем, рынком законодателем в морепродуктах, туда отправляется обычно все самое лучшее, самое качественное. И она добывается в середине лета, то есть она первой приходит на нерест. В чем тут еще нюанс? В том, что в основном все-таки на Аляске нерку продают в виде, скажем, наиболее затребованный продукт из нерки, это все-таки мясо рыбы, либо филе, либо сама рыба, и в тот сезон, когда добывается само мясо, икра обычно еще не дозревшая. И последнее, икра чавычи. Это икра, которую очень трудно объективно встретить на украинском рынке, потому что это самый редкий вообще в мире вид лососей. Даже на Аляске его добывают до 1% от общего вылова, это очень небольшие цифры. Соответственно, и икры совсем немного производится. Она по своим характеристикам похожа на киту. Она такая же крупная, действительно очень такая тонкая и нежная по вкусу. Что о ней важно сказать? Мы когда смотрели с вами таблицу по сезонности вылова аляскинских лососей, чавыча было показано, что она ловится круглый год. Да, это действительно так, но следует учитывать следующие нюансы. Во-первых, икра чавычи добывается все равно только в летние месяцы, потому что нерест у нее летом. И второе, так как этот лосось очень немногочисленный, а побережье Аляски огромное, он просто в каждой из точек побережья заходит в разные сезоны. Поэтому это не значит, что как бы круглый год он везде в наличии. Он пришел там сначала на юго-восток Аляски, через месяц он пришел там чуть севернее и так далее. А побережье Аляски, мягко говоря, большое. То есть вам для понимания масштабов береговая линия Аляски в полтора раза длиннее периметра границ Украины. То есть вот представьте, что вся граница Украины, да, и еще примерно половина, это берег, на который заходят лососи на нерест. Она, да, очень большая. Вот это как бы такой, он и называется по-английски king salmon, то есть он считается действительно самым премиальным. Да, и как я говорил, он самый жирный из тихоокеанских лососей и самый крупный. То есть там рыба размером, скажем, 20 килограмм, например, вполне такой коммерческий нормальный размер. То есть это не редкость.